Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Программа Неформат в эфире, в прямом эфире радиостанции Юмор.ФМ. Как всегда, по пятницам мы приветствуем вас, чтобы подвести итоги недели и рассказать о том, что интересного случилось за эту неделю. И для этого мы приглашаем в эфир замечательного, удивительного и чудесного человека Михаила Николаевича Задорнова, автора ведущего этой программы. Добрый вечер. Ну, автор ведущий, это громко сказано. Участник, да, согласен. Соучастник этой программы. Михаила Николаевича Задорнова помогаю вести эфир я. Меня зовут Максим Забелин. Я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Друзья, вы можете нам писать на короткий наш номер 8870 со всех ваших мобильных. Звоните на 0731. Стоимость минуты и одной смс-ки стоит порядка 18 рублей. Мы ответим на все звонки, постараемся, по крайней мере. Прочитаем максимально возможное количество ваших интересных смс, и о них сейчас коротко расскажем. Ну, в прошлый раз, когда мы выходили, Максим, в эфир, у нас было столько событий, потому что май месяц был богат событиями. Календарь племени майя ничто по сравнению с нашим календарем майя нашего. И у нас не было времени продолжить конкурсы, которые мы с вами организовали в предыдущих передачах. Ну, вот конкурсы на те наблюдения замечательные, которые наши слушатели присылают нам, свои наблюдашки, чего они видели, чего подслушали, подслушки, наблюдашки. Мы этот конкурс именно в прошлой передаче не проводили, но зрители оказалось... Сами по себе... Простите, зрители, это я... Я себе представил, да, человек, который смотрит в радиоприем, в радиоприемах, понимаете. Особенно за рулем есть. Да, вы, кстати, нас можете видеть совершенно легко, да, в онлайне на сайте юморфм, веселорадио.ру. И знаете, мне на почту продолжают присылать письма со своими наблюдениями. Я не знаю, присылают вам или нет, но мы такой славный почин с вами организовали, что никак остыть не могут наши слушатели. И, знаете, за эту неделю пришло так много интересных наблюдашек, я думаю, что вначале есть смысл, чтобы зарядить наших слушателей, поделиться с теми, которые я отобрал. Потому что, ну, все-таки наша отчизна не оскудеет придурками никогда. Вот, к примеру... Ну, речь идет о тех, кого наши слушатели увидели. Нет, нет, не о тех, кого они видели по радио, но, естественно, не о тех, кто нас слушает сейчас. Ну, смотрите, рекламный стенд. Фирма Закрома. Реклама. Свежее мясо ставропольских фермеров. Вот все, кто это сочиняет, они, видимо, ЕГЭ сдали и имеют дипломы. Ресторан китайской кухни. Гениально назван. Мао-Едун. Ну, за это можно давать премию. В аэропорту. Ну, это я сам видел, поэтому тоже участвую в конкурсе, могу сам себе приз выписать. Туалет в аэропорту, надпись над сушилкой. Ну, как наши любят крутые слова. Сушуар не работает. Сушуар, какое слово. В Питере офис. На дверях написано, я не могу, потусторонним вход воспрещен. Я не знаю, может, это экстрасенс принимает. Потусторонний. Детский горшок. Значит. Реклама горшка детского. Не очень хорошо берут. Ценник и реклама одновременно. Наши придумали так называть ВИЧи, что это одновременно реклама. Вот детский горшок называется на Ценнике. Веселые посиделки. Ну, тут мне прислал папа, пожаловался на своего сына, который в письменной работе по истории написал. Я изучаю государство уретро. Вот это я бы первое место за такую наблюдашку дал. Табличка на киоске. Стучите вот так. Тук-тук-тук. Я не могу. Ну, что у нас за народ? И вот народ действительно хочет жить хорошо еще одновременно. Стук-тук-тук. А ниже? Ниже. Вот это будет жить пацан, кто приписал точно хорошо. Всегда. Независимо от того, кто будет у власти. Ниже от руки написано. А можно стучать так. Блямс-блямс-блямс. В Москве название чебуречное. Чебурлент. Причем через обратное. Любят наши, да, вот эти крутые слова. Туристическое агентство. Карлсон Туризм. Я не понимаю. Они что, по чердакам? Ну, а это гениально. Это тоже претендует на первое место. Питер. Магазин пиротехники. Название фейерверка. Прощай, школа. Ну, что еще? В интернете объявление. Ищи мастера фотошопа. Требования. Умение вырезать большое количество людей в краткие сроки. Магазин одежды с названием на французский манер. Не, чтобы круто было. Чтобы одновременно реклама была. Готовы? Ляш матье. И, конечно, наверное, на последний месяц я не случайно поставил объявление в газете. Пропала кошка породы. Московская красавица в районе магазина свежее мясо. Я невольно хрюкаю. Я не могу избавиться от этого. Мне когда нравится что-то, я хрюкать начинаю. Ну, и последние новости на Mail.ru. Заголовок статьи. Медведев после изнасилования уволил главу МВД Бурятии. Ой, друзья мои, спасибо, что вы прислали эти свои наблюдения. Видите, мы как-то и сами зарядились. И, надеюсь, улучшили настроение тех, кто нас сегодня слушает. И мы продолжаем нашу передачу. Да, у нас есть еще один наш преданный слушатель, который тоже выдает время от времени перлы. И это президент Белоруссии Александр Лукашенко. Батька. Батька, да. Удивительно то, что во время встречи вчера Владимира Путина, который прибыл с официальным дружественным визитом, как говорили ранее, в Беларусь, Александр Григорьевич, подходя к Владимиру Владимировичу, сказал «Добро пожаловать в вашу Беларусь». Об этом сообщает телеканал НТВ. Ну и, соответственно, сейчас все средства массовой информации эту фразу подхватили. Что имел в виду Александр Григорьевич, когда сказал? Может, пошутил? Вот когда я вас это услышал, у меня такой вопрос возник. Он пошутил или проговорился? Ну, интересно. Но, вы знаете что, мне рассказали, как встречался Янукович с Обамой. Это, по-моему, это перешибет то, что вы мне сейчас рассказали. Значит, у Януковича не очень хорошо со словами. Он, я не знаю, выучил он украинский или нет, но у него и с русскими словами не очень хорошо. Вы же помните, когда он однажды сказал, что ему нравятся стихи Анны Ахметовой, сказал он, потому что Ахметов был спонсором его предвыборной кампании. И он малость перепутал. А потом он сказал, что если он будет президентом, обязательно в школах будут обучаться стихам Чехова. И, ну, тут он недавно встречается с Обамой, ему нужно было выучить, ну, договорились так, чтобы это было политкорректно, красиво, элегантно, что Янукович хотя бы две-три фразы скажет по-английски. И диалог придумали такой. Значит, Янукович, Обама встречаются, и Янукович говорит, how are you? Обама, естественно, говорит, oh, fine, how are you? И Янукович должен ответить, me too. План такой, да? То есть, кто не знает английского, совсем перевожу. How are you? Это, ну, как ты? Мол, ну, типа, здравствуй, ну, как ты? Вот так вот скажут. I'm fine. I'm fine, я, мне замечательно, как принято у американцев, а ты? How are you? Мол, это а ты как? А он должен сказать, я тоже, me too. Это вот, что было. И Янукович долго говорил про себя, how are you, how are you, перед встречей. Они встретились, он их спрашивает, Максим, вы готовы? How are you? Ну, вместо how are you, конечно, ему легче сказать hey you рядом. И когда, кто ты, кто ты, вместо как ты, кто ты, Обама, говорят, малость даже побледнел, но нашелся он остроумный парнишка и отвечает ему, I am Michelle's husband. Я муж Мишель. Я муж Мишель, по-моему, да? И улыбается. И Янукович ему говорит, me too, я тоже. Ой, ну это гениально. Он претендует просто. Эта история претендует на то, чтобы награждение 1 мая сделать Януковичу за это. Ой, ну это смешно, конечно. Ну что у нас, какие темы дальше? После такой затравки мощной. У нас следующая супер тема, называется она «Реклама». Ага, да. Давайте сейчас прервемся на пару минут, друзья, чтобы встретиться в студии прямого эфира радиостанции Юмор-ФМ. Продолжается программа «Неформат» в эфире Юмор-ФМ. Я приветствую всех, кто к нам только что присоединился. И хочу сказать, что нам уже начинают поступать ваши сообщения на 8870 с наблюдашками, как их называет Михаил Николаевич. Я не буду зачитывать все, прочитаю только то, которое мне очень понравилось. В Муроме есть кафе «Мурбургер». Мы с женой побоялись туда зайти, пишет нам из Владимирской области. Это Мур содержит, это ГВ. Ой, а мне уже тоже на почту пришли сообщения интересные. Значит, на Арбате, ну этот столик или прилавок, я не знаю, как назвать, где разные сувениры. Лоток, да. Где лежат сувениры, рекламное объявление «Услуги фокусника на праздник» и рядом фотография Чурова. Фокусник на праздник. И еще одно объявление. Мне почему-то все по теме политической шлют. В присутствном месте рекламное объявление... В присутствном месте написано «Курить разрешено геям, падшим женщинам и членам партии «Единая Россия». Ну что ж, друзья мои, это сильно, должен вам сказать. Я, с вашего позволения, включу в свои выступления просто такие находки. Наш народ всегда... Ну, у него была такая отличительная особенность, черта смеяться над сильными мира сего. Ну, я имею в виду геев и падших женщин, конечно. Ну, правильно, конечно, я только это имел в виду. И над собой тоже, как над сильными мира сего. Вообще, чувство юмора, конечно, нас выручает. Иначе бы из нашей страны все уехали, если бы не чувство юмора. Ну, уехали еще не все, Михаил Николаевич. У нас есть несколько сообщений о тех, кто не уехал. Так вот, как вы знаете, в прошлой программе, я говорю сейчас, уважаемые друзья, вам, мы обсуждали возможность введения запрета на организацию несанкционированных митингов до полутора миллионов рублей. После этого наша, ну, так называемая оппозиция, несколько перестроила свои ряды и устраивает теперь так называемые прогулки по городу. А мы тогда обсуждали, да, этот в прошлой передаче, вот этот новый закон, полтора миллиона рублей, штраф. Я выяснил за это время, за эту неделю, куда идут эти деньги. Это идут деньги на организацию митингов в поддержку Путина. Это очень умно устроено. Скоро, вероятно, прогулки по городу будут в поддержку проходить, потому что сейчас предлагается наказывать штрафом до 300 тысяч рублей организаторов прогулок по городу. Боже мой, я так люблю гулять по городу. Да, ко второму чтению готовятся поправки к закону, которые грозят тем людям, которые организовывают прогулки по городу, штрафом в 300 тысяч рублей. Санкции начнут действовать в том случае, если данное пребывание повлекло, цитирую, нарушение общественного порядка, санитарных правил, правил поведения в общественных местах, функционирование объектов жизнеобеспечения и связи, а также причинение вреда зеленым насаждениям. Да, Максим, сколько нам всего хорошего обещали до выборов и до инаугурации. Посмотрите, какая резкая смена направления всего, что делает сегодня власть. Прошла инаугурация, выбрали, все, можно распоясаться, можно делать что угодно. До следующих выборов еще далеко. Ко мне приезжали недавно три журналиста, разные. Три тележурналиста и четыре журналиста от разных журналов, газет. Максим, у всех один и тот же вопрос. Как я отношусь к тому, что повысили цену на водку? Или собираются повысить, я толком не знаю. В стране черти чего творится с образованием, с медициной? Я им говорю, как вам не стыдно? У вас других вопросов нет? Вы что, алкоголики? Почему вас это интересует? Это народ интересует. Я говорю, нормально. Это что, народ больше ничего не интересует? Это за последнее время самый большой интерес вызвал. Вызвало две новости. Это, значит, ну, помимо инаугурации. Инаугурации, кстати, особенного интереса-то и не вызвало, там все понятно. Цену на водку повысили. И второе, кот сбежал от президента, того прошлого президента. Народ, который этим интересуется, он обязан жить плохо. И я так возмутился, я наговорил черти чего этим журналистам. Они поняли, цены повысят. Они поняли, повысят цены. Ну, а почему повысили? Да потому что все, теперь можно делать все, что угодно. Все, все уже выбрано. Все есть. Теперь можно распояться. Мне это напоминает анекдот, который был в советское время. Вот когда сын говорит отцу, пап, повысили цены на водку. Это что значит, ты будешь меньше пить теперь? А тот говорит, нет, сынок, я буду пить столько же, а вот ты будешь есть меньше. Это чудесный анекдот. Вы знаете, я по поводу еще массовых мероприятий хочу пару слов сказать. Ну, наверняка вы, друзья, слышали о том, что еще и собираются запретить маски и марлевые повязки. Что? Ну, использование на мете. Мне не нужна марлевая повязка, просто почему? Ну, чтобы, видимо, видеть лица, выхватывать. Ну, я думаю, наверное, в этом. Фотографировать, досъепию составить. Истинная причина, конечно же, мы как официальный рупор, так сказать, будем говорить об этом прямо. Причина заключается в том, что, по выражению господина Онищенко, на митингах очень большое количество различных бактерий, и людям нужно просто защищаться. Поэтому нужны марлевые повязки. Отрицающе. Да. Но сейчас их собираются запретить, потому что, ну, там, видимо, не видно лица. Лица не видно. Так вот. Или чтоб бактерии их всех поджрали. Есть один у нас известный депутат от «Справедливой России», Дмитрий Гудков, который выступает против такого рода инициатив. И на заседании Госдумы он поинтересовался, нужно ли ему подавать уведомления в мэрию в связи с предстоящей у него в июле свадьбой. А-ха-ха. На проведение массовых мероприятий. И разговор потом сошелся к тому, что большинство депутатов согласилось, что на свадьбе и карнавале нормы, предлагаемые в проекте закона, в том числе ношение марлевых повязок, не распространяются. И штрафы организаторам свадеб на некую политизацию торжеств не грозят. То есть он может, в принципе, всем гостям выдать марлевые повязки тебе. Но скажите... Это свадьба. А что ж, если свадьба едет к вечному огню и много гостей, это значит несанкционированная прогулка по городу? Ну, если едет, не знаю. Вот если идет... А идет, да, вот идет. Идет по скверу, по Тверской улице. Вот как это будет расцениваться? Значит, придраться можно ко всему. А вообще у меня все эти прогулки по городу, знаете, чем не забавляют? В чем мое негодование по отношению к этим якобы бастующим? Ну, я еще раз буду повторять. У них нет четких требований. Подходят журналисты к сидящим молодым людям на газоне, спрашивают, что хотите. А те в ответ бебекают и мемекают. Никто ничего сказать не может. Но, друзья мои, я бы присоединился ко многим недовольным, если были сформулированы четко требования. А их нет. Это на руку сегодня нашим правителям. Это якобы у нас есть демократия. Они только посмеиваются. Помните басню Крылова? Васька слушает, да ест. Вот Васька в Кремле сидит и говорит, ребят, продолжайте, вы же на нас работаете в данной ситуации. Шутки придумывают. Они уже прогулку под руководством Акунина назвали маршем эрастов. Ну, это для тех, кто только читал Акунина, понимает шутку. И им это все нравится. Я считаю, и еще раз я говорю, что надо четко выдвигать требования. Но об этом у меня сегодня в блоге есть в моем живом журнале, поэтому я не буду здесь распространяться. Это слишком грустно для нашей юмористической передачи. Да, я, чтобы ее немножко, так сказать, посадить, хотел просто еще одну новость прочитать. Так вот, суд в московском районе Чебоксар в среду на этой неделе признал активиста другой России Дмитрия Коруева виновным в совершении административного порушения нарушения по статье «Мелкое хулиганство». Коруев был задержан еще в начале мая, 6-го числа, в Чебоксарах во время одиночного пикета у приемной Владимира Путина за «Мелкое хулиганство». Сотруднику полиции показалось, что Коруев плюнул в портрет Путина, когда держал его на руках. Показалось! Да, а сам Коруев задержался, показалось. Сам Коруев говорит, что я чихнул. Гениально. А представляете, это документация идет. Мне показалось, ответ, я чихнул. А этому показалось же. И это люди всерьез. Я, знаете что, вот нам пишут в письмах сейчас с вами, что поменяли правительство, а всех сделали своими, Путин сделал своими помощниками. Что это за лицемерие? А я уже говорил в прошлой передаче, что даже Голикову сменили на голодец. Это вызывает во мне, конечно, восторг. То есть была полная Голикова, теперь полный голодец. Сострил я тогда у вас пошутил на прошлой передаче. И что я сегодня узнал? Что я был прав. Мой друг попал в больницу. Я очень быстро сейчас до нужной нам паузы расскажу это. Мой друг попал в больницу. Володя Качан. Ну, со всяким бывает. И ему надо бюллетень взять. Потому что он пролежал в больнице долго. Максим, вы представляете эту реформу в Министерстве здравоохранения? Что бюллетень должен быть заполнен из 29 букв. Не больше. Вот это реформа Министерства здравоохранения. Вы понимаете, что пришли менеджеры, которые не отличают пиксели от пендалей, бонуса от ануса. Но которые количество клеток определили. Бедный Володя Качан играет в театре «Школа современной пьесы». Название надо писать в начале бюллетеня, куда он направлен. Уже больше половины букв. Не хватает места написать диагноз. И он звонит к себе на работу, спрашивает, как сократить название нашей организации. Иначе диагноз не влезает. А мы называем Анищенко, Голикова, Голодец. Вот чем они занимаются на сегодняшний день. А эти гуляют просто и все, недовольные. Ребят, выдвигайте реальные требования. Какого порядку призвать надо сегодня правителей? Они должны вздрогнуть еще раз. Я вообще считаю, что многие из сегодняшних наших правителей пойдут на уступки народу. Почему? Потому что они уже насосались. И у них одна мечта. Обустроить загробную жизнь. В церковь верят не все. И поэтому, а вот что добрые дела можно делать, верят кое-какие. Но только, если народ, только ждут, потребуйте от нас добрых дел. И мы кое-что сделаем. Да, я, может быть, это утопия. Но я верю в то, что можно от них потребовать ультимативное решение правильное. Продолжим через пару минут, друзья. 8-8-7-0 номер для ваших смс-сообщений. 0-7-3-1, пожалуйста, звоните нам, чтобы узнать, что думает по поводу вашего вопроса Михаил Задорнов. Сейчас мы зачитаем несколько сообщений из тех, которые уже начали сыпаться к нам на наш портал. Все они доступны, эти сообщения на нашем сайте в интернете. Итак, несколько сообщений. В Серпухове магазин, пишет нам абонент, мясо-лыжи. Интересное сочетание. Такое, извините за уродливые слова, фьюжн-микс. Такое, человек едет на лыжах и ест мясо в это время. Еще одна. Название магазина на трассе М7. Горюче-смазочные. Куры-гриль. Ну, зато как заходят. Это почти то же самое, это, видимо, продолжение мясо-лыжи. Можно не жевать, просто глотать можно. Ну, как бы более преимущественная такая история, потому что мясо-лыжи – это передвижение на своих двоих, а куры-гриль уже горюче-смазочные. Вот. И в Ижевске в офисе надпись. Опять ниже Плинтуса, как говорится, юмор. Но, тем не менее, туалета здесь нет, он где-то там. Философия. Философия. Где-то там. И не указатель ничего. А вот я получил смс-ки интересные. Не смс-ки, послание на почту свою электронную. Растяжка на одной из улиц Питера. Перед входом в здание. Welcome to Knam. Вот из грязи в князи это все сочиняют. Те, кто из грязи в князи. А вот это умный человек написал. Это здорово. Вот это остроумец. В газете. Ищу зарплатодателей. Ищу зарплатодателей. Работодателей. Прошу меня не беспокоить. Замечательно. Вот это мой специальный приз ему будет. Ну, что у нас там дальше попало. Сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «Новость недели». Давайте послушаем, что нам подготовила шеф-редактор службы информации Маша Белкина. Федерация автовладельцев России предлагает отменить нулевой промилле для водителей. Напомню, что летом 2010 года в нашей стране был принят закон, который предусматривает полный запрет алкоголя за рулем. Со своей стороны активисты говорят о необходимости дифференцированного наказания. Так, содержание спирта до 0,15 промилле предлагается считать погрешностью прибора. До 0,3 допустимой нормой. А вот за содержание в крови свыше 1 промилле алкоголя Федерация автовладельцев предлагает лишать водительских прав на 3 года со штрафом в 50 тысяч рублей. Михаил Николаевич, пить за рулем. Я вообще не пью за рулем. И за рулем не бывает. Не для меня новость. Но все-таки прослушаю. Да, ну просто насколько важно или, скажем, насколько небезопасно в нашей стране давать возможность создавать допустимые нормы промилле в крови. Ну то есть имеется в виду, что существует определенная погрешность вот этих приборов, которые улавливают промилле в крови. И если человек пил, скажем, вчера, сегодня сел за руль, его поймали, то он получается незаконно обвинен, но тем не менее теряет возможность управлять автомобилем на какой-то срок и так далее. С одной стороны, закон этот позволяет избежать вот таких случаев. С другой стороны, куда более серьезные меры, в том числе до 30 суток ареста, плюс до 2 месяцев ареста, заключения под стражей для тех, кто злостно нарушает этот закон. То есть что в нашей стране может произойти, если его принять, уйти от 0 промилле? Сейчас просто ноль. Вот если что-то определили, все сразу, до свидания. Я бы, честно говоря, оставил ноль. Потому что лучше, чтобы ты посидел в каталажке, нежели отправился на тот свет. Но когда вводят какие-то проценты, в нашей стране ничего нельзя вводить, не категорического. Обязательно будет погрешность, дающая возможность чиновникам и в том числе постовым придираться, когда они захотят и кому захотят. Ноль и все. Я так думаю. Но я не профессионал в этом смысле. Ни за рулем не профессионал, ни в питье не профессионал. Поэтому я высказал свое дилетантское мнение. По поводу... Сейчас у вас будет пятый журналист, который вас спросит по поводу выпивки. Ну ладно, я послабее что-нибудь возьму. Про пиво хотел. Я другое хотел, чтобы ввели в Москве. В Москве есть такая беда. Очень грязный воздух. И вот то, что я сейчас скажу, на меня, конечно, набросятся все водители. Но нельзя на таких машинах ездить. Что сделали в Риге? Я не фан Риги. Я там часто бываю. Мне кое-что очень нравится в Латвии. Мне много и не нравится там, бесспорно. Но интересно, что мне нравится. Так вот, мне нравится, что там все машины исправные ездят. Там нет практически техосмотра. Там есть только одно. Измерить, какие у тебя выбросы. И если это в норму не входит, тебя лишают этой машины. Пока ты не исправишь. Максим, сразу разгрузилась Рига. Нет таких пробок. Вы представляете, что было бы, если бы в Москве сейчас это произошло? Ведь сегодня приезжают гастарбайтеры. Они какие покупают машины? Мало того, что они сами изуродовали нашу Москву. У меня недавно был концерт. В концертном зале Слободкина на Нарбате. Рядом Макдональдс. И ко мне приходят за кулисы зрительницы и говорят, вы представляете, я сейчас был в Макдональдсе. Я хочу вам рассказать, что я слышала. Стоят два гастарбайтера из Средней Азии. Видимо, из разных стран. И один другому говорит, поскольку они из разных стран, они говорят друг с другом на русском. И один другому Картава говорит, что-то мало русских стало в Москве. Они уже жалуются. А машины у них какие? Вот этот закон. Я бы хотел, чтобы ввела московская... Я не хочу говорить мэрия. Что такое мэр? Мэр – это смерть. Мэр, мэр, мэр. Мэр – это мрак, мракобесие, мороз. Марокко. Глава города, чтобы ввел это. От слова «голова». Тогда мы почистим, у нас голова, а не мэр. Михаил Николаевич, у нас есть звонок. Тема, которую мы затронули, очень интересует слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось поговорить вот насчет промилле с Михаилом Николаевичем. Да-да, я слушаю вас. Михаил Николаевич, рад с вами поговорить в прямом эфире. А, спасибо. Валентин, Нижненовгород. Да, Валентин, я слушаю вас. Я водитель такси, и я не совсем соглашусь про ноль промиллей, потому что у всех людей организмы индивидуальные. То есть у кого-то с желудком могут быть проблемы, и поэтому может показать аппарат гаишный, что там не ноль промиллей, там чуть больше. Ну, хорошо, я все понимаю. Мы, славяне, отличаемся тем, что из нас каждый знает, как обустроить государство, но не умеет, не может прибраться на своем балконе. Мы про все-все знаем. Я не буду с вами спорить, но почему в других странах работает, а у нас не будет работать. Почему такие законы возможны, и они соблюдаются другими в других странах. А у нас, что ни прими, народ недоволен, и все. Вот, да и я к таким же принадлежу. Что мне не расскажут, я все недоволен. Такой злокачественный сатирик. Не подражайте мне, не надо становиться мной. Хотя, может быть, вы и правы, у меня была знакомая, вот всегда пьяная ходит, вот всегда. А ей говорят, ты что пьешь? Нет. А потом, когда ее исследовали, оказалось, у нее желудок работает, как самогонный аппарат. Ну, что ты будешь делать? Ей уже за руль нельзя. Я понимаю, но это единичный случай. Нельзя же законность за этой знакомой, у которой самогонный аппарат вместо 12-перстной кишки, 12-перстной, лишаться закона нужного. Она себя по капле давила. Всегда пьяная, с утра встала пьяная. Когда ей сказали, она говорит, вот экономия-то у меня какая. Я всегда в хорошем, я думаю, что я всегда в хорошем настроении. Михаил Николаевич, ну откройте секрет, что она ела. То есть, неважно, что главное, дрожжать и потом заправить. Не важно, конечно, картошки поела, все, водяра в кровь сосалась. А у нее все перерабатывалось. Такой, я просто не знаю, насколько везет этим людям с 8.00 до 23.00. Точнее, с 23.00 до 8.00, прошу прощения. Почему? Потому что в Москве планируют запретить продавать пиво в ларьках. Это первое. А второе, этот же документ, который рассматривается на заседании правительства Москвы, предлагает запретить продажу пива с 23.00 до 8.00 часов. То есть, приравнять к крепкому алкоголю и пиво в том числе. Ну, я опять тут, я не знаю, я не профессионал. Мне запомнилось только объявление 9.00 мая и в день десантника в прошлом году. Это объявление выкидывается в самые русские праздники на улице. Во многих магазинах, ларьках такие таблички вывесили. В стеклянной таре пиво не отпускают. То есть, только в полиэтиленовых мешочках. Потому что бьют друг друга по башке. А полиэтиленовым мешочком хлопнул по башке. И уже Европа. Друзья, мы прервемся на пару минут, после чего вернемся в студию прямого эфира. Радиостанция ЮМОРФМ продолжает работу в прямом эфире в студии. Михаил Задорнов. И он отвечает на ваши вопросы. Мы подводим итоги недели. Есть большое количество сообщений, которые можно озаглавить так коротко. Наблюдашки, они очень смешные. Некоторые из них мы читаем. Подводим в конце программы итоги. Но есть сообщение следующего толка. Михаил Николаевич, а вы не боитесь такое говорить на всю страну, Андрей? Такое выделено. Сильно. Андрей, дорогой, я не боюсь, но я бы на вашем месте не слушал. Вас посадят. Это очень опасно слушать то, что я сейчас говорю. Михаил Николаевич, вы выделили несколько... Я боюсь, многие не поняли, что я сейчас сказал, что я сейчас пошутил. Сейчас нас выключат. Нет, на самом деле нужно понимать, что мы, хотя и находимся в эфире юмористической радиостанции, мы о многих вещах говорим серьезно, но не забываем о том, что иногда стоит пошутить. Поскольку смех продлевает жизнь. Это же народная мудрость. В каждой шутке только доля шутки. Остальное правда. Нет, в каждой хорошей шутке лишь доля шутки. Вот я бы так отредактировал. Остальное правда. Несколько хороших шуток от наших слушателей. Ну вот снова, значит, письма читаем. Присланы Санкт-Петербург. Висит баннер. Сушим, строгаем гвозди. Люди запятые. Процесс странный такой. А сегодня же и молодежь это все пишет. Они же в интернете не ставят запятые. Они же пишут вместе. Я же говорил, мне часто присылают письма, и там многие слова написаны вообще вместе. Например, вместе. Во что бы то ни встало. Вот что это такое? Это же монстр какой-то. Это людей пугать на ночь. Во что бы то ни встало придет. Вместе за руку со что бы то ни было. Я думаю, что это название препарата. Во что? Это то, что вы рекламировать должны. Это для железы. Огромный рекламный плакат в центре Волгограда. Купил права, купи машину. Но, честно говоря, я думаю, что приврали, потому что вообще-то это такая, это шутка. Это вряд ли на самом деле было, хотя... Ну, не знаю, друзья, пришлите фотографию. Фотографию давайте нам. У нас же радиоканал, мы покажем по радио. В Тюмени объявление в магазине. Торгует потрясающе. Вот какое количество безграмотных людей, которые не понимают, что пишут. Я всегда говорил, я хочу посмотреть на людей, которые сочиняют рекламы. Ну, как можно, например, рекламировать кафе баннером? Только у нас вы можете получить пирожки с собой. Это значит, шеф-повар Чикатило. А в Тюмени, вот сейчас прислали в письме объявление в магазине. Торговля на территории магазина запрещена. Штраф тысячи рублей. Браво. Ну, конечно, браво. Ну, а сейчас я еще один ценник зачитаю, только Максим. Я попрошу извинить меня за то, что я это делаю, но я не могу просто пропустить такую возможность и не порадовать наших слушателей. Ценник прислали. Лежит вот это киндер-сюрприз, яйцо, и в нем маленькая фигурка Шрека. И на ценнике написано «Шоколадное яйцо Шрека». Ну, простите меня, дорогие радиослушатели, но я зачитал ценник. Михаил Николаевич, у нас новость часа. Только что, буквально 10 минут назад, газета РУ сообщила, что Дмитрий Медведев придет к Владимиру Познеру в программу. Я напомню немножко предысторию. Дело в том, что Владимир Познер выступил с предложением Дмитрия Медведева, высшего президента России, прийти к нему в программу и рассказать о том, как он видит вообще жизнь. В частности, один из вопросов был, почему... Через Твиттер или через айфон просто. Вот, я честно, конечно, может быть, уведомление. Уведомление. И вот газета РУ сообщает, что Дмитрий Медведев дал согласие на то, что придет в эфир к Владимиру Познеру и расскажет, что творится внутри Единой России. Знаете, я видел, как Медведев давал интервью и сказал, это так интересно было, я ведь считаю, что он вообще человек очень трогательный. И глаза у него очень честные. И самое трогательное в том, что он верит в то, что он говорит каждый раз. Причем он говорит, говорит, верит, верит каждый раз. И я даже думаю, что пока он был президентом, ему даже канистры нефти не налили. И так хорошо он тащится от того, что он говорит, и достаточно. И он посмотрел на всю страну с экрана и сказал, я долго думал над тем, как быть, и я принял решение согласиться возглавить Единой России. Он долго думал. То есть просто переломил хребет собственной любви к народу, вот так скажем. Вообще, я вам должен сказать, что, конечно, он действительно трогательный. Вы знаете, что Путин, ведь его попросил поехать на саммит. Путин не полетел на саммит. Ж8. А, на G8. Да. Саммит, G8, это... А, нет, это разница, извините. Да не знаю, это саммит. Да нет, никакое расстояние. Я не знаю, что такое саммит, я не знаю, что такое G8. G, это по-русски, знаете, саммит. Такое еще 8, это размер жуткий совершенно. Потому что... Ну, я вам открою секрет. Тут у меня вдруг пришла в голову такая мысль. Знаменитая точка G, которую все ищут, это и есть пятая точка. Вот она, G8. G8, да. Но я вам открою секрет, но я шепотом, ладно, скажу, что просто никто не слышал. А то вот Андрей, который прислал смс, он испугается очень. Путин послал Медведева на G8, потому что тому чуть-чуть не хватало бонусов аэрофлота на бесплатную поездку в Египет. Ой, а вообще, действительно, вот все приобретает такой характер пороги. Вот губернаторов будут избирать граждане России, да, вот этот закон. Но никто не знает, что таких граждан будет только двое. Друзья мои, вообще, я вам скажу, самая большая неполиткорректность, в России, это в присутствии Путина и Медведева назвать первой парой страны Пугачеву и Галкин. Да, это очень такое, как вы не боитесь говорить, Михаил Николаевич, я не знаю. У нас есть звонок, давайте послушать. Но я боюсь, что на меня обидится Галкин. Нет, правда. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Да, Александр. Ваш эфир. У меня наблюдение за вашим эфиром, уже много эфиров ваших прослушали. Вы рассказываете о жизни наших предков. Очень много наблюдений. И у наших предков было очень много примет. То есть они наблюдали за природой, смотрели, что происходит. И, в общем-то, так появились приметы. Вот у меня вопрос, Михаил Николаевич. Не хотите расширить рубрику наблюдашки рубрикой «Новые приметы» или «Приметы нашего времени»? Вот одну примету я вам могу подкинуть прямо сейчас. Давайте. Горячую воду в домах отключают к похолоданию. Ну, конечно, да. Согласен. Таких примет можно очень много придумать. Например, если вы ехали по дороге хорошей, и потом вдруг начались рытвины, значит, вы из Литвы переехали в Россию. Таких примет можно довольно много придумать. Но вообще вы затронули интересную тему древних примет. И никто не знает, откуда они взялись. Вот почему, например, перебежал дорогу черный кот, и обязательно должно быть несчастье. Или почему рассыпал соль, и это к ссоре. А на самом деле приметы, они не берутся просто так. Нет дыма без огня. Ниоткуда они не возникают. Дело в том, что соль, например, была очень дорогой на Древней Руси. И если жена рассыпала соль, она в пятак от мужа получала сразу. И это не примета, а это наша бытовуха. Но когда соль стала дешевой, то, естественно, совершенно это просто сохранилось уже в формулировке некой приметы. Кстати, насчет соли. Морская соль, если вот, друзья, вы купите, посмотрите и внимательно на этикетку. На упаковку, вернее. И вы увидите, что я не сочиняю ничего. На ней написано. На упаковке соль образовалась в палеозольскую эру. А ниже в скобках срок годности два года со дня изготовления. То есть малость просрочена, друзья мои. А вообще, ваша идея хорошая. Мы разовьем ее в нашей следующей передаче. Я где-то какие-то приметы уже формулировал. Например, ну, сейчас первое, что придет на ум. Кто рано встает, тот всех достает. Это для сегодняшней молодежи. Ну вот, переходим, наверное, к следующему вопросу. Да, у меня есть одна новость, которую я хотел бы обсудить. Понимаю, что нас слушают по всей стране, но, друзья, мимо этого пройти нельзя, потому что, когда запрещают продавать в ларьках то, что... Отчего бывают промилли. Так, пиво. Хочется срочно. Это нельзя произносить в будни. Так вот, появилось сообщение, которое наделало огромное количество шума. Причем в Госдуме реально просят с этим разобраться. Депутат Госдумы от Справедливой России Александр Агеев, прошу прощения, направил запрос к главе СКР с просьбой провести проверку в связи с обнаружением более 200 кустов конопли вблизи строящейся станции метрополитена Братеева. Мы можем говорить конопли, потому что она еще не под запретом. Так вот, по мнению депутата, имеет место факт приобретения товара ненадлежащего качества, именно плодородного грунта и семян газонной травы. То есть, что случилось? 230 кустов конопли взошли возле Братеева. Там случайно наркоконтроль это все дело обнаружил, начали выкапывать, куда-то пересаживать и так далее. И депутаты просят разобраться с этим. И как они собираются разобраться с этим? Вот интересно. Они хотят видеть, куда делись эти кусты. Куда делись кусты, в конце концов. Почему? Мы их высаживали, а их вынули, вывезли. Нормально? Вообще гениальная страна. Вот эта страна непобедима, потому что она непредсказуема. Вот так враг зайдет, а по всем газонам конопля растет случайно. Он нанюхается и все, он нам не враг больше. Это же такая история происходит часто с нашими. Они рассчитывают захватить нас, а у нас дорог нет. Они дороги наши по картам изучали, а наши карты не совпадают с тем, что на земле. Они пришли, думали, тут дорога есть, а там тропинка. И ГЛОНАСС продолжает эту славную традицию. А ГЛОНАСС. Кстати, я вам говорил, почему, да, кот Дорофей пропал у Путина. Он не был подключен к системе ГЛОНАСС, оказывается. Он забыл сделать это наш президент. Что у нас? У нас по плану наши обязательства перед партнерами. У нас небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно вернемся в студию. Напомню, телефон прямого эфира 0731 и номер для ваших смс-сообщений 8870. Звоните, пишите. Мы продолжим наш эфир в следующем части. Продолжается программа «Неформат» в эфире станции Юмор.ФМ. Мы работаем в прямом эфире. Еще раз напоминаю и подчеркиваю, это подводим итоги недели. В студии Михаил Задорнов и меня зовут Максим Забелин. Я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Друзья, мы отвечаем на ваши звонки и сообщения. Одно из них, мне кажется, достойно того, чтобы обсудить его. Михаил, спрашивает наш слушатель из Москвы. Что вы думаете про ее мобиль? Это очередной развод в масштабах страны и никаких мобилей не будет? Честно говоря, я не знаю. Сомневаюсь. Я думаю, Прохорову незачем разводить страну. У него достаточно бабок и просто так с нищих стричь бабки ему не надо. Другое дело, что он настолько увлечен политикой, что просто может этому не оказывать должного влияния. Должного внимания. Но я не знаю, я не знаком с Прохором. Мы один раз только с ним играли в 90-е годы в теннис. И вы знаете, я сделал для себя выводы. Мне этот человек интересен вот чем. У него железное здоровье и совершенно невероятная нечеловеческая сила. Вот его подачу может непрофессионал взять только случайно. Я такие подачи видел только у Ельцина и у Прохорова. Но Прохоров, в отличие от Ельцина, попадает в корт при подаче. А у Ельцина, как у Бориса Николаевича, засадят. Только штукатурку с ушей стряхиваешь. И все говорят, ну вы дали, Борис Николаевич, классно. И я думаю, что вот Прохоров, говорят, сейчас хочет на мэра выдвигаться московского. Главы города, как я говорю. Да, поступило сообщение о том, что Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента в марте 2012 года, об этом Интерфакс сообщает со ссылкой на коммерсант, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах столичного мэра. Коммерсант при этом ссылается на свои собственные источники. Знаете, мне бы хотелось вот чего. Мне бы хотелось, чтобы Прохоров все-таки нашу страну представлял за рубежом. Неважно кем. Причем для этого не обязательно быть президентом. Вот Жириновский же представляет нашу страну. И мне бы хотелось, чтобы Прохоров и Жириновский представляли... Жириновский для того, чтобы с политкорректностью было покончено в мире со лживой раз навсегда. Чтобы он Хиллери и Клинтон все сказал, что у тебя и мозги, и сиськи силиконовые. А Прохоров вот почему. Он очень смотрится классно. Вот вы же видели его на демонстрации? Он один торчит из всей демонстрации. У него рост 2 метра с лишним. Это грот-мачта. Хоть парус натягивай. Он может на корабле стоять, и на него парус можно натянуть. Причем он сильно выдержит. Теперь понятно будет, какая тяга у ее мобилей. Парус. Как он сам умещаться будет, это будет полное е-мое. Но когда... Вот представляете, он поедет в Италию, во Францию. И там будут писать. К нам приехал высокий гость. И мы будем гордиться. Действительно высокий гость. Потому что сейчас, когда пришел к нам, приехал высокий гость, как правило, это с натяжкой получается. Правда. Конечно, могут быть какие-то конфликты. Например, Прохоров скажет Берлускони. Давайте с вами сфотографируемся. Все. Италия враг наш навсегда. Потому что Берлускони может сфотографироваться наравне с Прохоровым, только если залезет на Саркози. Но мне хочется, чтобы нашу страну представляли помимо наших правителей еще какие-то интересные люди. Вот так вот скажем. Хорошо сказал. Помимо них еще и интересные люди. Я не специально. Я оговорился, друзья мои. Хорошо. Чтобы вы видели. А то вот многие решили, что после бурановских бабушек, многие считали, что в России медведи ходят по улицам. А сейчас, после того, как бурановские бабушки порвали телевидение, в Европе стали говорить, что в России еще каменные микроволновки. Большие. Да, да, да. Большие каменные микроволновки. Вы знаете, кстати, что об этом сообщают сейчас ведущие мировые агентства, что несколько домов моды выступили с заявлением о том, что они собираются целую линейку одежды по мотивам, ну скажем так, удмуртской одежды выпускать. С этими узорами, с крупными украшениями, какие-то похожие на лапти обувные изделия и так далее. Бабульки жили тихо, спокойно, заботились о коровах, о цыплятах. Это потрясающе. Когда закончилось Евровидение, был телемост с Буранова. И эти бабульки, у которых был успех, спрашивают, как там корова. Это было так трогано. Они такие настоящие, такие чудесные. Может, мода пойдет все-таки на то, чтобы переезжать в село и жить честной жизнью. Нет, я боюсь, что сейчас их затянут. Они же наверняка подписали уже контракт с телевидением. Уже продюсеры объявились, которые попытаются их возить всюду. И стричь на бабках наших бабки свои будут. И я даже им маляву послал, бабушкам нашим. Не подписывайте контрактов ни с кем. Вас будут обманывать. Вы ничего не понимаете в юридических формулировках. Вас уничтожат практически. Вам будут обещать, что вы построите новые сараи. Что вы купите новых хоров. Ничего не будет. На вас будут зарабатывать. Уже в Риге ожидают с нетерпением приезда в Юрмале. Бурановских бабушек. Сейчас все перекорежится на сегодняшний день. Вы знаете, что Киркоров решил поправить свою личную жизнь. Он решил влюбиться наконец. Просто не знает, кого из бабушек выбрать на сегодняшний день. Но интересно. Бурановские бабушки поломали смысл выражения, что в шоу-бизнес пробиваешься через постель. Женщины пробиваются. Правда, можно так посудить. Кому же все-таки из продюсеров спели колыбельную наши бурановские бабушки. Но я бы не хотел, чтобы они испортили свою жизнь. Вот так вот скажем. Они чистые, природные, настоящие. Михаил Николаевич, у нас есть наша традиционная рубрика, которая называется «Вопрос от звезды». От звезды? Да. То есть это звезда со звездой говорит? Да. И на сей раз звезда из мира спорта и задает она вопрос про спорт. Светлана Хоркина, давайте послушаем. Здравствуйте, с вами Светлана Хоркина, и у меня вопрос для Михаила Задорнова. Что надо сделать футболистам для того, чтобы выиграть чемпионат мира? Вот вопрос, да? Я ответил паузой. Понятия не имею, что надо сделать для этого. Нет, я вообще считаю, чтобы наш футбол ожил, надо развивать не ноги футболистам, а головы. Надо их водить в музеи, заставлять читать книжки, смотреть хорошие фильмы. Им надо развиваться. Ведь когда многие из наших футболистов дают интервью, это слушать невозможно. Это опять, я повторю эту фразу, которая была сказана мной в начале передачи, это мемекани с бебеканием. Это не сведение, они, многие из них не вяжут падежи, у них не работают головы, поэтому они и на поле не могут ноги играть. Они не чувствуют ничего, у них нет фантазии. У многих, не у всех, безусловно. Мне кажется, секрет кроется в этом. Надо футбол играть не только ногами, но и головой. Ну, а на вопрос, когда наши футболисты станут чемпионами мира, ответил лучший всех Пеле. Ему задавали этот вопрос, он ответил, не задумываясь. Когда бразильцы станут чемпионами мира по хоккею? Я даже не знаю, кстати, играют бразильцы в хоккей. Я знаю, что Арабские Эмираты играют. Ну, они же покупают хоккеистов. У Арабских Эмиратов есть деньги купить любых спортсменов. Им это легко сделать. Но южные страны ведь не играют в хоккей на льду. Они играют в хоккей на траве, причем на конопле. Их можно приглашать к нам играть на газоне. Газон завезли. Какие на траве. Вы знаете, мы так медленно, но верно перешли к главному событию, пожалуй, следующей недели, который начнется с 8 июня и будет оставшийся месяц определять. Фон информационный. Это Евро 2012. Имеется в виду чемпионат Европы по футболу. Ну, скорее всего, Светлана, когда задавала вопрос, она имела в виду, что когда наши станут чемпионами Европы. У нас есть слух недели на эту тему. Давайте сейчас послушаем, потому что тема, на мой взгляд, очень интересная. Она околофутбольная, но тем не менее. Но я хотел бы еще до этого, можно Светлане, доответить. Я вообще считаю, что надо не о футболе говорить, а вообще о спорте. И, честно говоря, ключ к решению этой проблемы кроется опять у нашей власти. Надо требовать организацию спорта во всех школах, у детей, спортивные площадки, стадионы. Смотрите, наши победили хоккеисты, и детишки хотят играть в Малкино и в Овечкино. А им негде в это играть. И они возвращаются к компьютерам. И они играют в Овечкино и в Малкино виртуально. Они воображают на экране их и начинают друг с другом соревноваться, играя мышкой. И какие мышцы накачаешь мышкой? Хотя слово мышка от слова мышца вообще-то в русском языке, как мне странно. Да, это маленькая мышца. Она такая бегает, выползает отовсюду, но это маленькая мышца. Это не значит, что можно стать спортсменом, накачивая свои мышцы мышкой компьютерной. Вот, Светлана, мой ответ. Требуйте, вы там близко к правительству, в отличие от меня. Меня все равно туда никто не подпустит. Требуйте. Требуйте того, чтобы детский спорт развивался, юношеский спорт, а не покупались легионеры в других странах. Ну, стыдно, в ЦСКА негры играют. Дожили офицеры советской армии. Российской, извините. Российской, да. Я просто хотел сказать, нет этой новости, но я слежу там за различными спортивными событиями. И, в частности, на сайте NHL.com, я увидел сообщение о том, что Малкин выбыл из борьбы за возможность быть официальным лицом следующего релиза NHL Games 2012. Ну, то есть, есть такой компьютерный симулятор, где в NHL, в хоккей, играют мальчишки. То, о чем вы говорите. Они играют в Малкина и Овечкина, но только... А в чему выбыл? Объясняю. Оказывается, в Соединенных Штатах существует целая индустрия по выбору официального лица. В ней принимают участие порядка 40 миллионов человек. Они голосуют. 40 миллионов человек голосуют за то, кто будет официальным лицом на игрушке. То есть, на сколько мир, да, перевернулся. Вот. А вы знаете, какой вывод я бы из этого сделал? Вот из того, что вы сейчас рассказали. Никогда в Париже не признают полноценными наших эмигрантов. Никогда русских не признают полноценными в Америке. Как бы хорошо ни играл Малкин, но он не свой. Вот какая разница между западными народами и нашими. А мы боготворим всегда тех заморышей, из-за моря приехавших. Их так на Руси называли. Из-за моря, значит, заморыш. А нам бы поучиться вот этому. У них тупых. Нам. Не тупым. К сожалению, люди думают, что это я придумал выражение тупые американцы. Не я. Это придумал, вернее, я, но для пародии Галкину. И первым сказал это Галкин. Потом эту пародию растиражировали. И пародисты стали голосом задорного про американцев говорить «ну тупые». А, между прочим, ни в одном моем концерте, в тех первых концертах этого не было. Да, я говорил о примитивности образования американского. И продолжаю об этом говорить. Но когда я говорил «высмеивал их», я высмеивал «нас», 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 «что мы подражаем им в том американцам, в чем они тупы». А то, что у них есть лучшего, мы не берем, никто не слышит. Все думают, что я ненавижу американцев. Что за чушь? Я вообще никого не ненавижу. Американцы своей жизнью живут, мы свои. Я высмеивал нас. Но пародисты, спародировав меня, все перевернули. Вот, я бы поучился многому у тупых американцев. Мы прервемся на несколько минут, чтобы вернуться в студию прямого эфира. Добрый день, дорогие друзья, всем, кто только что к нам присоединился. Программа «Неформат» продолжает свою работу в прямом эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы. 0731 номер для ваших телефонных звонков. 8870, пожалуйста, пишите ваши смс-сообщения. В онлайне тоже можете нас смотреть на сайте веселаярадио.ру, на сайте «Юмор.ФМ». Продолжают поступать ваши сообщения, в которых вы замечаете различные интересные вещи, которые могут показаться забавными и смешными. Михаил Владимирович, вам слово. Ну что, мы выбрали из последних писем. Ну, вот, зачитаю. По-моему, удачные выбрали. На здании одного банка сфотографирована табличка. «Машины не ставить, тиро, работают ликвидаторы». Причем подчеркнуто, в округе ни одной машины. Еще ликвидаторы же работают. Видимо, такое ощущение, что ликвидируют вместе с владельцами. Город Рыльск. Магазин продукты называется «Рыляночка». Вообще, это довольно интересное явление, Максим. Я много ведь ещу по стране. Иногда самые невероятные названия кафе или продуктов от того, как названы, допустим, заводы, фабрики или от имени города. Вот, например, в городе Орск есть знаменитый цементный завод. И кафе открыто для рабочих. И там котлета цемент называется. А среди десертов компот цемент. Вот это все из одной серии. Отчизна придурками не скудеет. Серию эту я называю. Ну, Санкт-Петербург, вывеска «больница», вот это замечательно. Это какова же наша медицина, если следующим названием заманывают больных. Больница доброжелательна в отношении к ребенку. Вы представляете? То есть одна всего такая больница на всю страну, все остальное наоборот, да? Грустно. Ну и поскольку я уже зачитывал про киндер-сюрприз, вот тут пришло дополнение. Оказывается, по всей стране эти киндер-сюрпризы с названиями для сатирика специально. Город Тольятти, табличка в магазине. Киндер-сюрпризы лежат. Яйца для мальчиков и девочек. Простите, я же запнулся. Яйца для мальчиков и девочек на разных полках. Вот он, разделение по гендерному признаку прямо с детского садика. С детского садика, конечно. Да, у нас, я не могу не засчитать еще одно сообщение. Ну скажите хоть что-нибудь про Хабаровск. Это просто крик такой. Ой, с удовольствием. Не, я просто хочу сказать, что у нас обрываются звонки, там люди звонят из Хабаровска, потому что, видимо, празднование затянулось. Вчера в Хабаровске был день города. Я знаю, что этот город не... У меня здорово много друзей в Хабаровске. И я этому городу очень благодарен. Знаете, я любил, люблю этот город. И когда я был совсем юным, меня папа туда привез, показывал Амур. Я впервые увидел реку, которая гораздо мощнее, чем наша двина, Далгова-Рижская. Я думал, что мощней реки не бывает. И я путешествовал по Амуру, знаете, в память об отце. Я три года назад пришел на катере в Нанайское стойбище неподалеку от Хабаровска, Бельго. И там помог организовать библиотеку. Я вот сейчас вспомнил, но в Хабаровске памятник моему отцу стоит на берегу Амура. Интересно, что когда мне было 16 лет, мы впервые с отцом вышли на берег Амура. И я там искупался в Амуре. И вот прошло много лет, отца уже не было, и вдруг глава округа, края, предлагает поставить памятник отцу, предлагает мне. И выделяют место, где я впервые искупался, когда с ним вышел на Амур. И именно там поставлен этот памятник. И интересно, что этот памятник был поставлен, потом организовали такую территорию вокруг памятника. Стал приукрашиваться берег Амура сразу. Ну, раз памятник, раз вокруг цветы, да. Сегодня набережная Хабаровска, самая красивая набережная в мире из тех, что мне доводилось видеть. Я это повторяю, потому что я это говорил уже на радио и не раз. Но повторяю, в связи с днем города, что Ницца и Канны нервно просят милостыню за углом. У той красотени, которая в Хабаровске. Потом с Хабаровским еще связано вот что у меня. Я в 80-е годы дал довольно много тех советских денег. Ну, тогда в Склачину делали советские люди, скидывались на памятник Муравьеву Амурскому. И это так красиво стоит памятник. Это так здорово сделано все. Вообще о Хабаровске могу говорить очень много. И мой низкий поклон бывшему губернатору Виктору Ишаеву. Знаете, вот Хабаровск расцвел при нем. Кто-то может со мной не соглашаться, кто-то нет. Но когда сам губернатор живет скромно, расцветает тот край, в котором он губернатор. Губернатор. Зачастую бывает наоборот. И я, например, знаю, как рядом с его... Знаете, вот губернатор выстроит себе дачу там или КТДЖИК. Нет, КТДЖИЩЕ. А у Ишаева КТДЖИК. Ну, или дача там по нашему. На берегу Амура, да, место очень хорошее. А рядом стали селиться бизнесмены, потому что, чтобы круто было, рядом с губернатором. И один мясной магнат глядит из своего терема свысока на Ишаевскую дачку. И однажды сказал, не умеет Ишаев жить все-таки. Это и мне напоминает, как ко мне на дачу в Юрмале пришел один банкир московский. Посмотрел на мой дом, а я так гордился своим дощатым домиком таким. И он так смотрел, смотрел, говорит, ну а где будешь настоящий дом строить? Унизил меня. На что я ему сказал, понимаешь, мне не надо, я настолько умный, что мне не надо утверждаться, как тебе, домами. В общем, мы с ним больше не разговариваем, с этим банкиром. Я просто хочу сказать, поскольку мне посчастливилось быть, Михаил Николаевич, у вас дома, в Юрмале, я видел вот эту пирамиду, собранную без единого гвоздя, из колотых бревнышек. Это удивительное, конечно, строение. Вы в нем спите и проводите. Проектировал я, делал не я, безусловно. Но моим многим гостям, кстати, это нравится. И у меня отбор такой, друзей. Кому нравится, как я живу, он попадает в мои друзья. Я, честно говоря, вот, Максим, пришла идея на ум, быстро попробую это сказать. Вот как надо выбирать и голосовать за избирателей. Надо по домам ходить по их и смотреть, как они живут. Есть ли у них до черта всего и люстры с позолотой, и амурчики писают с потолков. Такого выбирать нельзя, он обкрадет страну. Надо тех, кто вот так вот пришел к нему и думает, жить не умеет. Вот такого и надо выбирать в правителе. Давайте прерывемся на пару минут, после чего встретимся в студии прямого эфира. Продолжаем программу «Униформат». И по поводу Хабаровска, я просто там бывал тоже проездом. Всегда была такая информация, что в Хабаровске очень жесткие полицейские. Они тормозят, вот только пешеходу стоит вступить на пешеходный переход. Если в этот момент автомобиль не остановился, поехал дальше, они всегда тормозили, выписывали штраф. По своему опыту говорю. У нас есть звонок от Михаила. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Насколько я понимаю, я в эфире. Очень приятно. Михаил Николаевич, вам персонально. И добрый день. Спасибо. Вам также. Я рад возможности обратиться к вам, потому что мне очень нравится, что и как вы говорите. И я помню прекрасно вашу фразу, что ваши шутки зачастую воспринимают как руководство к действию. Вот у меня просьба, я вам подкидываю тему, начните на нее шутить. Вот смотрите, мы люди, вот я житель Москвы, у меня есть машина, у моей супруги, мы и на машинах ездим, и пешком ходим. Да. Когда мы за рулем, вот все, ПДД, жизнь из ГИБДД, оно готово нас карать. Да. А когда мы без руля, и тем более другие люди вот без руля, да, ну сколько можно, ну хоть какая-то управа. Если я поеду по тротуару, меня, мягко говоря, страшуют. Люди ходят по дороге и ругаются, чтобы они еще и машину ездят. Не знаю, насколько вам актуальна эта тема, но мне, как жителю столицы мегаполиса, очень актуальна. Ну, я, наверное, понял то, что вы сказали, правда, вопроса я не понял, в чем вопрос. Как вы думаете, Максим, ну, понятно, предложение, чтобы я начал на эту тему говорить со сцены. Ну, вопрос, я думаю, заключается в том, что стоит ли серьезнее относиться к проступкам пешеходов, поскольку за... А, понятно. Да, потому что пешеходы нарушают правила очень часто, это правда, но механизмов, видимо, воздействия на них со стороны... Понял. ГИБДД нет, а у водителя, вот у него автомобиль, там, водительское удостоверение, свидетельство на машину. Ну, конечно, в равновесии все должно быть. И я этого не знал, честно говоря. Но меня, я помню, я еще был неизвестен, совершенно неизвестен, я вообще был инженером, ну, и я нарушил правила, как пешеход. И так, стоит милиционер, ну, гаишник, или даже в то время я гаишник организовался, и говорит, идите сюда. А я сразу вынул рубль, и иду с рублем, вот так, говорит, что рубль вынул? Я говорю, ну, на, возьми, он говорит, иди отсюда. Ему, он обиделся, что я прямо с рублем пошел. Ему хотелось скандала, а тут такой кролик подошел, рубль дал. Неожиданность их смущает. А насчет пешеходов, я вам скажу, конечно, во всем мире с пешеходами проще. Они не переходят на красный свет улицу, даже если нет в округе машин. Интересно наблюдать, когда из Прибалтики, из стран Балтии приезжают в Россию туристы. Они с ужасом ходят по нашим дорогам, потому что там настолько четко все сделано, узаконено, и так все соблюдают правила, что там человек переходит улицу и не смотрит ни направо, ни налево. И он не опасается ничего. Вот в этом смысле, конечно, у стран Балтии можно учиться. Порядку. Потому что все-таки латыши, эстонцев отформатировали бароны-немцы в свое время. И они очень подчиняются дисциплине. Очень смешное письмо я получил из Германии. Пишет вам бывший казахский немец. Я долго жил в Питере, и я считаю себя, конечно, с одной стороны русским человеком, но здесь значусь немцам. Представляете, немцы мало того, что переходят только на зеленый свет улицу, даже если нет машин в округе, они на красной все равно будут стоять. Еще и они не могут поверить, что световар может испортиться. И я однажды иду на работу, пишет он, пошел на работу, а немцы стоят, и я понимаю, что машин нет, красный свет, они стоят. А я бы давно перешел, будучи в России или в Казахстане. А тут я немец, чувствую себя придурком, но стою в этой толпе. И световарь, я чувствую, испортился, он пишет. Уже пять минут, шесть они стоят. И вдруг, я в этот момент испытал чувство гордости, когда прочитал, за нас, когда прочитал следующую строчку. Слышу сзади голос русский, да в рот вам ноги. И мужик семимильными шагами по мостовой. И немцы переглянулись и за ним медленно пошли. Тогда наш обернулся и сказал, и плюнул, и говорит, да, тяжело вам, блин, без фюрера живется. Я думаю, что всему должна быть мера. Конечно, если на горизонте нет машин, и галере красный цвет, или испортился светофор, то перейти можно. Но вообще пешеходы, конечно, обязаны соблюдать правила. Они же часто бывают причиной аварии. Михаил Николаевич, у нас есть наша традиционная рубрика, которую мы уже анонсировали чуть раньше. Называется она «Слух недели». Да. Давайте ее сейчас послушаем. Давайте. После чего обсудим эту тему. Не формат «Слух недели». Российским фанатам советуют не дразнить поляков серпом и молотом на матчах Евро-2012. Посольство Польши в Москве попросило российских болельщиков не брать на чемпионат Европы по футболу вещи с символикой СССР. Футболки, флаги и прочее. Заместитель посла предупредил, что советская символика в стране приравнивается к фашистской и официально запрещена. В то же время официальная Польша поспешила заверить, что законодательство страны не предусматривает уголовных санкций за использованием советской символики. Не формат «Слух недели». Итак, «Слух недели» заключается в том, что наших болельщиков призвали официальные власти, и потом открестились от этого, не возить с собой на территорию Польши символику Советского Союза, поскольку серпом и молот приравниваются к фашистской символике якобы. Знаете, ну, мне, конечно, неприятно это все слушать, потому что я вырос в Советском Союзе, и плевать в свое прошлое я не хочу. Это первое. Раз я не плюю в прошлое, у меня есть будущее и неплохое настоящее. К сожалению, этого многие не понимают. Поляки, многие, и, к сожалению, многие в правительстве Польши, они просто злыбни на сегодняшний день. Это такие, знаете, такие тролли, которым обязательно надо гадость сказать про Россию, про прошлое, наше общее, между прочим. Ну, как? Они даже не могут вникнуть, что такое серп и молот. Замечательный герб был. Серп, мы уже говорили об этом, но раз мы говорим про слуг сейчас, то я повторю. Серп символизировал не только класс крестьян, но еще, извините, мусульманский полумесяц. А молот был приятен христианам, потому что напоминал крест. Да, это было тайное знание, но пока серп и молот были рядом, находились, между прочим, никакой вражды между мусульманами и христианами не было. А как только убрали герб, начался Карабах, между прочим. Мистика может быть. Но мне, например, не хочется говорить гадости про русскую символику. У Виктушенко есть чудное стихотворение «Прощание с красным флагом». Мне, например, нравятся эти стихи, и я вообще считаю, что красный флаг нам, русским, годится, потому что красный цвет – это цвет энергии, из которой рождаются все цвета. Это энергия творчества, а не крови цвет. Чем больше энергии красного цвета, тем человек может жить более интересной, не менеджерской, а творческой жизнью. Я так могу рассуждать о любом символе Советского Союза. Символы Советского Союза продумывали люди очень грамотные и очень образованные. Я даже думаю, что это были и не Луначарский, и не Молотов, а какие-то более интересные, знающие законы тонкого мира люди. Ведь в том же КГБ работали люди, изучавшие мозг человека, причем на очень тонком уровне. И эти знания сегодня или закрыты, или к шарлатанам ушли. Ну а что касается Польши, я вам скажу, мне это неприятно, тем более, что во мне есть доля польской крови. И мне вообще неприятно, что польское правительство – это вечные предатели России на протяжении многих веков. Они только одно и делали – предавали России, пытались сделать какую-нибудь очередную пакость России. Я в себе этого не чувствую. Но я впервые уехал, поехал в Польшу. Мне было немного лет, наверное, 20, а нет, 25 лет. Я руководил художественной самодеятельностью, и меня как режиссера наградили поездкой в Польшу. Мы в то время говорили, курица не птица, Польша не заграница. Но, тем не менее, это была для меня заграница. И, знаете, вот я впервые столкнулся с поляками тогда, и навсегда запомнил, что воровали везде в Польше. У меня, у советского человека, в гостинице украли шариковую авторучку. Даже. Правда, я тоже потом украл из гостиницы шариковую авторучку, и первые белые тапочки были украдены мной из гостиницы польской. Ну, у меня тоже польская кровь есть какая-то. Я просто хочу сказать, что мне мой друг рассказывал, что он ездил на машине через Польшу в Германию. И ему просто сказали, в Польше, когда ты будешь ехать, нигде не останавливайся. Тебе будут мигать там, люди будут в крови лежать на дороге. Не вздумай останавливаться. Потому что там до сих пор тормозят туристов и отбирают автомобили. Так что эта традиция с шариковой авторучкой до сих пор живет и развивается, можно сказать. Да, к сожалению, я знаю многих поляков, как и латышей, очень интересных людей, очень образованных. Но, к сожалению, такие мало попадают наверх, вот так скажем, и в Польше в том числе. Давайте прервемся на пару минут, после чего продолжим наш увлекательный разгар. Друзья, наша программа, к сожалению, подходит к концу, но еще есть некоторое время для того, чтобы обсудить самые важные новости. Я не могу это не прочитать, Михаил Николаевич, приходят сообщения. Людей очень сильно, видимо, ну и меня в том числе, эта тема интересует. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, как продвигается ваша работа над фильмом «Рюрик». Вы о нем часто рассказываете в ваших программах. Я часто рассказываю о Рюрике, потому что когда Рюрик с братьями пришел на Русь и объединил восточных славян, образовалось то государство, ну, как бы сказать так, оно было еще маленьким, младенческим. Но сегодня существует Россия. Если бы этого не произошло, славян бы завоевали, как восточные народы, по одному каждый народ бы завоевывали, их бы ссорили и завоевывали. И как, собственно, произошло с западными славянами, которых оттеснили, они мечили и так далее. Поэтому меня интересует, конечно, вопрос, прежде всего, не жизни Рюрика, а культура и древняя глубочайшая культура славяна, которой мы не имеем понятия. Вы знаете, люди очень откликнулись. Деньги пересылают, открыт Яндекс.Кошелек, не открыт только Киви, ну, там сложно это сделать. И такие немножко управленцы, Киви такие, они сытые, им ничего не надо. Поэтому если у кого-то из наших слушателей будет выход на владельцев Киви или на топ-менеджеров, простите, что я такие слова называю, как топ-менеджер, но а как я иначе выражусь, топ-управленец еще уродливее будет, то помогите нам, пожалуйста, если сможете. Они не хотят открывать этот свой, ну, помогать не хотят, пока не хотят. Но можете зайти на сайт Рюрикфилм, филм, латиницей пишется, и посмотреть. Действительно, люди присылают деньги. А вчера я выступал, я начал выступать, несмотря на то, что это, вообще считается, что летом нельзя давать концерт, потому что зрители не собираются, для них интереснее огороды. Это правильно, но вот у меня было три концерта, и вы помогали с рекламой, знаете, хорошо, хорошо собирались, и, в общем, удалось заработать немножко денег еще для этого проекта. Но самое трогательное, за кулисы приходят, говорят, мы не можем идти. Вчера одна пришла женщина в возрасте, говорит, я не могу идти на почту, возьмите тысячу рублей. Я говорю, а как фамилия? Записали, взяли тысячу рублей, в конверт положили. Вот люди стали переносить, и она не одна. Молодые люди говорят, нам некогда, у вас Киви не работает, а Яндекс.Кошелек вчера не работал еще. Они говорят, да возьмите так и положите куда надо, в кассу, там, в сейф. Вот, люди стали, людей интересует эта тема, люди хотят восстановить свои корни, потому что, наверное, я правильно определил, дерево без корней вянет, и мы сегодня увядшие листва, потому что наши корни обрублены. Так что хорошо, что спрашивают, мне это нравится, и нравится отвечать на эти вопросы. Михаил Николаевич, ну в каком сейчас состоянии? То есть сценарий, я знаю, что уже был там частично написан, даже представлен. Нет, были представлены отрывки сценария, причем специально были представлены отрывки сырые. Посмотреть, как люди на это откликнутся. Знаете, люди сделали очень хорошее замечание, очень верные. Мы поняли, что не один я, между прочим, в теме, а многие находятся в теме нашей традиции славянской, и это очень здорово. Но сценарий будет писаться долго, сценарий будет писаться всю осень. Он прорабатывается, и он будет отдан не людям на обсуждение в интернете, а специалистам, ученым, чтобы сказали, вот тут вы не правы, вот такого не могло быть, там, скажем, не могло быть железного горшка там на кухне, допустим, или блямба на кольчуге не могла быть такой, мы не римляне, мы не самоутверждались блямбами и медалями, ну и так далее. В общем, работа идет. А пока я к сентябрю готовлю документальный фильм. И сегодня сформировалась группа, которая будет снимать документальный фильм, посвященный этой же истории. Фильм будет представлен, заметьте, я не сказал презентации, есть простое русское слово, представлен на РЕН-ТВ. Руководство РЕН-ТВ очень обрадовалось, что у них будет такой фильм, и всячески будет сейчас помогать. Вот, а производителям, заметьте, я не сказал продюсерам, производителям буду я лично. И вот для этого я денег уже заработал, для этого я денег ни у кого не прошу. Более того, это уже определено, 20 сентября будет премьера этого фильма. Отлично, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Елена, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Елена. Михаил Николаевич, я вам слушаю вас в эфире, и радиостанция Зима РФМ, если честно, конечно, радует, то что хоть кто-то что-то может сказать в этой стране в открытую. Спасибо. Поэтому я Иван, и юмор и всем процветание. Ой, хорошо сказали, благодарим вас. Знаете, мы даже заулыбались. Вот не нужно ведь никаких прибыли. Иногда вот такое, не просто комплимент, а слово благодарственное со смыслом, оно заряжает лучше любой прибыли. Вот так скажем. Спасибо, Елена. Ну, все равно такой вот вопрос. Ну, почему же вы не балкировались с президентом? Единственный, кого бы действительно поддержала страна на 90%, без каких-либо комментариев и выхода в площади. Лен, я много раз отвечал на этот вопрос, у меня уже такой кассетный ответ. Я как будто флешку вставляю себе в мозг и начинаю ее озвучивать. Я не могу быть президентом. Во-первых, я не смогу сегодня перебороть тех, кто у власти. Ведь это первое. Во-вторых, с моими взглядами меня просто убьют. Но я не в том смысле, что я боюсь быть убитым, а я не смогу принести пользы просто. Я считаю, что сегодня так много людей готово пересмотреть и отношение к капиталистическому устройству общества, и к демократической фальши. И не хотят, молодые нарождаются, воровать, как старшее поколение. Что? Я могу повлиять на взгляды этого подрастающего поколения. Это важнее, чем я лично начну куда-то баллотироваться. Я больше пользы принесу. Придут новые люди, моложе меня, сильнее меня, лучше меня умеющие организовывать. Понимаете? И на самом деле, если я пойду в политику, я загублю свою жизнь и не допринесу пользы тем, как мне кажется, кому я могу принести эту пользу. Вот, простите за неюмористический ответ. А если с юмором отвечать, у меня еще есть способности, поэтому я не могу идти в политике. Туда надо идти, когда уже способностей у человека нет. Вот, я просто хочу сказать, что у нас продолжают приходить ваши смс-сообщения. Друзья, мы обязательно подведем итоги. Видимо, это сделаем уже в интернете, там, свяжемся с вами и так далее. Все ваши наблюдашки представлены на сайте веселаярадио.ру. Я хочу сейчас буквально несколько сообщений еще зачитать, которые пришли на этой неделе. И одно из них следующее. В Белорусском райцентре Глубокое, в Витебской области, демонтирован памятник Владимиру Ленину. Отличительная черта данной скульптуры – кривые ноги. То есть, себя, что ли, скульптор делал? Я не знаю, что произошло. Может быть, там погнулась алюминиевая основа или еще что-то. Но люди фотографировались рядом с этим памятником. Они между ног фотографировались у Ленина. Это был прикол, и решила власть, что это все-таки издевательство над нашим рожьмом. Да, так вот, сейчас памятник направлен на реставрацию. Когда его восстановят, пока непонятно, но сейчас активно ведется дискуссия относительно того, где разместить этот памятник. По поводу наблюдашек, я хочу сказать. По сведениям издания, которое называется «Вестки.Инфо», скульптуру поставят на улице Веленской, возле магазинов «Бегемот» и «Арбузик». Ой, вот страна, да, куда ни глянь, есть повод хохотнуть. Я вам должен сказать, что я про памятника Ленина, про памятника Ленину говорил в начале 90-х годов. Зачем вы демонтируете их? Зачем вы тратите лишние деньги? Вы вот голову меняете, а туловище оставляете. Все равно у всех правителей в мире одинаковые туловища примерно. Я пошутил, Максим, на Украине стоял памятник такой Ленину, юному. Такой он стоит на берегу Днепра, руки раскинул такой, как молодой юноша на берегу, да. Что сделали? Послушали с моего совета и нарисовали ему украинскую рубаху. Подпоясали кушаком. И назвали «Танцующий казачок». Хорошо не засланный. Не засланный. Москаль засланный. Надо было назвать. Я хочу еще сказать, что у нас остается совсем немного времени в эфире. Сегодня чудесный праздник. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Ой, как хорошо. Самое прекрасное в мире, что может только быть, это дети. Я хочу поздравить всех наших деток с тем, что у них вот такой прекрасный праздник наших родителей. Вспомнить о родителях и поблагодарить вас всех за то, что вы слушали нашу программу. Я поздравляю вас, милые наши дети. И хочу вам сказать, помните, хороших взрослых у нас в России больше. Просто они хуже объединены, чем плохие взрослые. И верьте нам, у нас была и любовь в свое время, и приколы были, и было очень развито чувство юмора. Будете нам верить, вырастите замечательными. Спасибо вам большое, друзья. До новых встреч.